Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сейчас середина июня, установилась довольно жаркая и засушливая погода, и возникает вопрос полива виноградника. Ну давайте все разделим на несколько частей. То есть взрослый виноградник, большой, которому там уже 3 года и более, который уже плодоносит, это хорошие взрослые большие растения, которым полив абсолютно не нужен. Все равно мы так или иначе их несколько поливаем в те моменты, когда проводим подкормки. Поэтому с ними мы ничего не делаем, они растут как растут, и все хорошо. Но у нас же могут быть еще и малыши, так вот что делать с малышами. Вот смотрите, это виноградик этого года посадки. Садили его весной. Конечно, вот таких малышей надо поливать, потому что корешки у него еще не такие большие, они ближе к поверхности, и поэтому он может быть чувствителен к недостатку влаги. Он, конечно, не высохнет, не погибнет, но расти будет медленнее. Поливать их желательно чаще, но не очень обильно. Ну, скажем так, где-то в ведро раз в неделю. И, конечно, помним, когда мы говорили про посадку, я рассказывала про вот эти вот подкормочные узлы, то есть поливать лучше туда, чтобы влага поступала вглубь и стимулировать продвижение корней вглубь. Потому что если мы будем поливать по чуть-чуть на поверхности, то мы будем таким образом стимулировать, ну, так же, как и про подкормку я рассказывала, стимулировать, чтобы корни вот эти оставались на поверхности, что не очень хорошо в наших условиях. То есть лучше вглубь. Но я прекрасно понимаю, что может случиться так. Вы только посадили виноград, вы еще не знали про эти ямы, по каким-то причинам их не делали. Ну, не делали и не делали. Просто полейте тогда чуть больше. Полейте тогда там два ведра. Опять же, зависит от того, какая у вас почва. Если это песок, ну, можно и три. Либо положите шланг на небольшой напор, и пусть почва прольется. То есть для молодого растения это будет нормально, конечно, не переливать. То есть приблизительно цифры я вам озвучила. Ведра в неделю, в принципе, им достаточно. Ну, если мы льем сверху, понятно, что и корешки-то сверху, но хотелось бы, чтобы и туда поглубже стимулировалось. Опять же, одно дело, когда здесь вот у нас просто почва, если сверху будет трава, то от того, что мы на траву выльем бедро воды, толку особо не будет, потому что еще и трава будет потреблять. Поэтому полейте тогда чуть больше. Что касается, ну, вот этого года посадки, с этими понятно. То есть немножко полили, пролили. Что делать с теми, кто еще не плодоносит? То есть, например, растения, которые были посажены в прошлом году. Вот, смотрите, вот этот малыш у нас второгодка. Ну, как видно, он довольно слабенький, поэтому такой, конечно, надо поливать, чтобы у него были силы развиваться дальше, потому что для второго года он слабоват. Вот еще малыш. Ну, тут у нас немножко будет переформироваться шпальера, поэтому вот сидит такой малыш здесь. Здесь вообще получается, смотрите. Дорожка, там дом. Даже дождь сюда не особо попадает, потому, конечно, такого малыша кормить, вернее, поливать надо обязательно, чтобы ему было за счет чего развиваться, и чтобы у него были силы. А теперь смотрим еще одну шпальеру. С нее я начала. Видео, правда, с другой стороны снимала. Вот эта вся шпальера, это все второгодки. Смотрите, какие они мощные, сильные. И мало того, что они хорошо растут, они еще и будут плодоносить. Все, вон они активно цветут. И в этом году дадут урожай. Хотя на второй год не всегда хорошо растение нагружать урожаем, но в данном случае видно по кусту, что у него есть сила, у него есть мощь. И его тоже надо нагружать, потому что оставлять его жировать не очень хорошо. Так вот, таким второгодкам не нужно абсолютно ничего. Они так... То есть мы их немножко поливаем, когда подкармливаем, помним про это, а больше им ничего не надо, потому что вот... Вот как они хорошо растут. Сейчас еще с другой стороны покажу. Вот эта шпалера с другой стороны. Смотрите, что они тут творят. Вот они вовсю уже даже не цветут, уже завязались ягоды. Большие, хорошие, мощные кусты. То есть им ничего абсолютно не нужно. Поэтому смотрим по состоянию. Если растение маленькое и слабенькое, мы ему помогаем. Если оно большое и сильное, то мы ему не мешаем. На этом я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще, будут мои контакты. В сезон по поводу приобретения черенков и саженцев можете обращаться. До новых встреч, пока!